Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания. И сегодня я покажу, что подарили нам с Димой на Новый Год. Давайте посмотрим. Сейчас давайте посмотрим сначала, что подарили мне, а потом Диме. Подарили мне вот такую вот коробочку. Такая, знаете, очень плотная, такая классная. Я, наверное, туда буду складывать свою косметику. Давно я мечтала о коробочке. Она открывается. Вот здесь она вот прямогничивается вот просто. То есть вот она. Прям классная. Вот. И в ней лежат конфетки и два чая. Вот такие вот. Обалденный запах. Здесь у нас черный чай. Весетовой с добавлением плодов кардамона. Ощущение, как будто, знаете, пахнет конфеткой. Хотя нет. Конфеты, наверное, все-таки от этих пахнет. Ну да, может быть, какой-то там есть, как домок. Хотя черный чай, честно говоря, не особо. Кстати, это фирма Чайбург. Это, наверное, у них даже целая сеть, наверное, вот в этой сети покупалась. Так, здесь у нас зеленый чай. Зеленый крупный чай. Здесь просто такой, это... Такой шрифт странный, честно говоря. Кэ, допустим, здесь как английское написано. И тоже как это, какая-то такая, как у... Как, не знаю, какая-то там английская. Как-то, поэтому читаешь, как-то непонятно, что здесь написано. Ну, короче, чай. Ладно. Вот. Также здесь конфетки лежат. Какие-то вот желтенькие. Три, так, четыре, пять. Опять конфеток желтеньких. Так, здесь у нас что? Труфельс. Труфели какие-то. Тоже четыре конфетки. Так, здесь одна Замосковья, ну, что-то такое там. Грияш одна. Так, здесь что? Княжеская одна. Даже одна какая-то Барбариска, что ли. Или Вишнева какая-то. Вообще там самая обыкновенная. Такая. Тут какая-то вот еще. Такое ощущение, как будто... Как-будто поели немножко. Поели и положили. Тут вот Белочка. А, Мишка. Кстати, Мишка давно хотела, мечтала попробовать. Они вообще почему-то очень дорогие. Ну, правда, я смотрела, по-моему, в прошлом году. Да, я хотела купить. Там буквально 100-200 грамм прям стоило очень дорого. Я думаю, господи, да что же это за конфеты такие? Думаю, что у них такое? Золото, что ли? Вот она мне попалась. Я ее обязательно попробую. Так. Ну, и тут еще какая-то. И, конечно же, тут шоколадка Бабаевская. Бабаевская с апельсином. И кусочками миндаля. Думала, мандарина написана. Мандаля. Такие вот. Они пахнут, знаете, прям новогодние такие. Пахнут конфетами. Обычно как-то домой там покупаешь какие-то конфеты. Ну, как-то это не замечаешь. А именно вот эти вот подарки после Нового года или в Новый год. Они такие ароматные. Они такие необычные. Как будто действительно происходит какое-то волшебство. Что вот они так пахнут ароматно. Хороший подарок, кстати. Конфеты мне уже не дарят очень давно. На самом деле, мы когда были детьми, нам бабуля всегда покупала такие огромные мешки. И они были где-то половину заполнены конфетами. Там конфет было разных, прям было очень-очень много. Когда мы были детьми. И поэтому учили стихии обязательно, чтобы получить вот эти вот подарки. Именно конфеты. Ну, естественно, я эти конфеты съедала довольно быстро. Вот там. То есть мне их хватало даже, по-моему, меньше недели. Вот. Так. И дальше мне что? Так. Здесь меня подарила бабуля. Бабуля мне подарила шоколадку Элит на 75%. Бабаевская. И носочки. Тепленькие. С оленем, кстати. И все. Так. Мама мне подарила... Я делала уже обзор на наушники. Блютуз. То есть мама мне подарила их. Вот. Так. И здесь у нас что-то получается. Ну, и все. И получается у нас Диме на подарки. Давайте я покажу, что подарила я Диме. И потом то, что подарили остальные. Я подарила Диме вот такие вот инструменты. На самом деле, изначально в детском мире увидела большой набор инструментов. Но почему-то его нельзя было заказать под заказ, а идти в магазин. То есть я не знаю, есть он там, нет его там. То есть с коляской, с ребенком идти в магазин. Ну, я не пошла. Вот. И вдобавка, по-моему... А, я даже домой заказала. Как раз он шел вместе с конструктором в Черную Пятницу. Посмотрите. Это я заказала себе подарки. Какие там были. И он там вместе пришел сюда домой. То есть под заказ я заказывала с доставкой. Потому что там очень были такие большие коробки конструктора. Вот. То есть вот они. Ну, тут такая хорошая, добротная пила, молоток. Как раз вот мужские инструменты. Но, честно говоря, он мне не особо понравился. Тот, который я выбрала. Набор, он был прям качественный, такой хороший, прям добротный. Но, к сожалению, вот так. Его заказать было нельзя. Здесь 10 элементов. Ну, что-то такое. Ну, в принципе, пускай начнет с этого, а там будет видеть. Он как раз уже... Ему нравится молотком побить. Вот он. В клуб мы ходили. Он там везде все эти стены молотком ведет. Пилить эту стену вот так пилит. Ему прям нравится. Чувствуется. Ну, мальчик все-таки. Вот. И купила ему в Фикс Прайсе вот такие вот болты. Здесь по разным цветам. Да, по разным цветов. Здесь есть в штуках. Они откручиваются, закручиваются. Вот. То есть, ну, сейчас, в принципе, ему тоже нравится такое вот. Закрутить, открутить. Вот. То есть, вот его подарки. И дедушка еще. Дедушка ему подарил. Я забыла достать. Он на балконе лежит. Там, короче, такой огромный мешок конструктора. Такой огромный. Вот. Я его забыла сейчас. Только вспомнила, что нужно было достать. Но я забыла. Сейчас уже ребенок у меня спит. Поэтому я, наверное, вы его увидите в каком-нибудь в блоге. Вот. Ну, там большой прям такой, знаете, мешками продают конструктор. Прям ух. Вот. И также нам подарили такие вот вкусняшечки Диме. Я еще не пробовала. На самом деле, видел, что их продают. Но я подумала, что они от трех лет. Тут плюс 12 даже написано. Ну, не стала брать. Не знаю. Я уже давно, как бы, в магазине я как бы обхожу уже детские товары. Потому что у меня ребенок уже, в принципе, кушает все. И, ну, здесь сухофрукты. Сухофрукты я ему давала с обыкновенных магазинов. То есть обычно чуть-чуть, по капельке, по капельке. Чтобы организм привыкал там. Ну, здесь вот тоже такие вот с клубничкой. Так. Фруктовые осьминожки. Яблоко, клубника. Здесь тоже яблоко, а, здесь яблоко, малина. И здесь, 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 здесь. Фруктовые кусочки, видимо, яблоко, наверное. Клубника, банан, апельсин, может быть. Короче, что-то такое. Все Диме нам. Вот так же Диме подарили еще кое-что. Сейчас я вам покажу. Вот так же Диме подарили вот такой вот конструктор. Лего. Дупло. Дупло, по-моему, он так называется. Как раз вот для деток. Два-пять лет. К сожалению, я не успела у него сделать обзор. Я хотела сделать обзор на него. Его уже, к сожалению, вот он уже открытый. Вот так как после Нового года он поехал, этот конструктор, к маме. И в итоге мама его там вместе с ребенком открыли, поиграли. Как бы это уже немножечко не то. Поэтому обзора нет, не будет на него. Вот. Такой классный как конструктор. Так, так же Диме подарили, естественно, Диме подарили одежду. Давайте посмотрим. Одежду. Так. Он растет у меня. Такие вот кофточки с машинками. Вот уже на вырост. Так, какой здесь размер. Next. Ну, это я знаю, по-моему, есть магазин такой. Next. Что-то я, по-моему, находила. Не знаю, какой там размер. Ну, в принципе, вот ему... Сейчас она немножко еще ему будет великовато. А потом чуть-чуть постарше он будет, наверное, будет как раз. Вот. Так, здесь у нас что? Тут у нас штанишки, что ли? А, да, штанишки. Тут даже это для попы сделано. Зря, конечно, они сделали такую для попы. Как-то она смотрится, как колготки. И как-то... Ребенок уже взросленький. И как-то странно немножечко. Как поддевать. И полосатый. Честно говоря, полосатый не очень люблю. Ну, ладно. Дареному... Как его? Дареному козлу, что ли? Нет, лошади что-то. В рот не смотрит. Что-то такое забыла я уже ей. А здесь тоже так же. Такая дуга сзади на попе. Это типа ребенку определять, где попа. Но я его учу по-другому определять попу. То есть вот она, бирка. Говорю, вот бирка, она должна быть на попе. Вот на попе. И он каждый раз берет ее попа, попа. И одевает. Берет вот так правильно и одевает. То есть у меня ребенок два с половиной. И он уже сам одевается. Раздевается сам. То есть штаны может одеть сам. Тапочки. У него такие, как это, как валенки. Ну, чуни-чуни. Такие. Сам одевает штаны. Снять может сам. Вот. С улицы мы приходим. Я ему все расстегиваю. Куртку, там, кофту. Штаны все расстегиваю. Все. Он дальше сам снимает. Бывает со слезами, если не получается. Но снимает. Старается. Снимает. Вот. Я думала, это начинается только с трех лет с лишним. Так. То есть двое штанов, две кофточки у нас. Ну, вот. Двое штанов, две кофточки. Здесь вот вертолетик. Хорошие вещи. Как раз Диме надо вещи. Потому что ребенок растет. И порой даже не успеваешь покупать. Вроде вот-вот только купила. Только начали носить. И берешь эту одежду, смотришь, она такая маленькая. Смотришь, на ребенка такой большой стала. Одежда маленькая. Ничего себе. Как быстро. Вот. Такие вот были подарки. Также посмотрите. Черную пятницу, как я уже говорила. Что я купила сама себе. Что я себе подарила. Обязательно посмотрите. Потому что это очень интересно. Я подарила в этот Новый год. Я подарила себе очень хорошие подарки. В плане игрушек. Те, которые я мечтала. Потому что в прошлом году мне тоже муж подарил игрушки. Ну, как конструктор. Вот. Уже все рассказала вам. Обязательно смотрите. Ссылка будет и в описании. Я ее оставлю. И в конечной заставке оставлю. Вот. Чтобы если там что-нибудь пропадет. Ютуб что-нибудь там отменит. То хотя бы останется внизу. Потому что что-то Ютуб у нас. Нас в последнее время в этом году совсем не радует. К сожалению. И отключаются комментарии. Хотя он под моими влогами. Скорее всего под влогами с ребенком будут отключены комментарии. А где влоги мои. То есть и без ребенка. Там комментарии останутся. Вот. Я так понимаю то, что получается у меня сделать так. Чтобы вот остались они. Чтобы вы могли написать комментарии. Вот. Вроде я все показала. Вроде я ничего не забыла. Что-то так мало прямо. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С нами будут открыты. Вот. Также смотрите наши другие ролики. Наши влоги. Путешествия. Обзоры. Обзоры продуктов. На технику. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.